Александр Григорьевич, уважаемые гости, дамы и господа, еще раз, Александр Григорьевич, от всего сердца приветствую вас в Азербайджане. Ваш визит имеет очень важное значение для дальнейшего развития дружественных отношений между нашими странами. Визит начался вчера, мы вчера провели обстоятельный разговор, обсудили практически все вопросы двусторонней повестки дня, также региональную проблематику. Я информировал Александра Григорьевича в связи с ситуацией, сложившейся после решения Нагорно-Карабахского конфликта. И по всем вопросам, которые мы обсуждали, мы имеем полное взаимопонимание. Сегодня переговоры продолжились, также мы имели обстоятельную беседу с участием министров иностранных дел, а также и в расширенном составе с участием членов делегации. Наши отношения уже проверены временем, они имеют очень добрую историю. На протяжении всего периода взаимодействия мы всегда решали вопросы, связанные с развитием наших отношений. Между нами не было никогда никаких нерешенных вопросов, либо же вопросов, которые требовали какого-то оперативного вмешательства. Мы определяли цели очень четко, давали конкретные поручения исполнителям и контролировали реализацию поставленных задач. И для этого проводили и проводим регулярные встречи. Неоднократно я посещал Беларусь и Александр Григорьевич также наши встречи носят и будут носить регулярный характер. Немножко была небольшая пауза в связи с пандемией, но как только ситуация позволила, мы очень рады приветствовать Александра Григорьевича и хотел бы выразить благодарное за то, что он принял приглашение посетить Азербайджан. В политическом плане консультации проводятся регулярно и на уровне глав государств, на уровне глав внешнеполитических ведомств. Мы активно сотрудничаем и поддерживаем друг друга в международных структурах и будем делать это и впредь. Сегодня сопредседатели межправкомиссий, а также члены делегации доложили о проделанной работе. Министры и члены делегации встречались вчера, что вчерашний день также был посвящен вопросам дальнейшего укрепления отношений. И определены конкретные направления будущего сотрудничества в рамках диверсификации товарооборота, его увеличения. За прошлый год значительно товарооборот был увеличен, но это в основном за счет поставок сырой нефти в Беларусь. В первом квартале этого года поставки продолжались в большем объеме и думаю, что мы значительно превысим объем прошлогодних поставок. Маршрут уже тестирован, проект взаимно выгодный и естественно мы нацелены на то, чтобы расширять сотрудничество в этой сфере и также рассмотреть вопросы расширения именно сотрудничества в энергетической сфере, то есть не только поставки сырой нефти на белорусские НПЗ. Мы детально обсудили вопросы, связанные с будущим участием белорусских компаний в восстановлении территорий, освобожденных от оккупации в Карабахе. По многим направлениям и в плане градостроительства, в плане создания инфраструктуры, развития сельского хозяйства. Мы детально и вчера и сегодня обсуждали опыт Белоруссии в создании агрогородков. Я информировал Александра Григорьевича, что Карабах объявлен зоной зеленой энергии и первый пилотный проект «Умное село» практически готов уже к реализации. И с учетом опыта Белоруссии вот в этой сфере нам, конечно, очень бы было интересно работать в этом направлении. Также я еще раз сказал, что мы будем привлекать к работам по восстановлению территорий только компаний из дружественных стран. И Беларусь является таковой для Азербайджана. И уже компании из трех дружественных стран работают в проектах по восстановлению Карабаха. И надеемся, что четвертой страной будет Беларусь. Мы уже договорились о визитах членов азербайджанского правительства в Беларусь для того, чтобы продолжить консультации в этой сфере. Очень большой сегмент наших отношений – это промышленная кооперация. Нам тоже был сделан доклад с сопредседателями Межправкомиссии о успешной реализации проектов. Мы с Александром Григорьевичем начинали этот проект со сборки белорусских тракторов. Потом мы вышли уже и на другие производства автомобилей, грузовики, комбайны, автобусы и электробусы, которые нам очень пригодятся в рамках нашей концепции «зеленая зона Карабаха». Также и обсудили вопросы, связанные с участием белорусских компаний в создании альтернативных источников энергии. Иными словами, фронт работы очень большой. Я говорил уже сегодня гостям и вчера, что территория, освобожденная от армянской оккупации, равна четырем Люксембургам. Вот можете представить фронт работы. На этой территории все разрушено. Я представил Александру Григорьевичу экземпляр первого издания, которое мы подготовили, в котором есть фотографии наших городов, которые мы освободили до оккупации, и фотографии того вандализма и варварства, которые армянские оккупанты совершили на землях, которые были под оккупацией. И ситуация, связанная с постконфликтным развитием, в целом, считаю, что может быть охарактеризована как позитивная. Я проинформировал Александру Григорьевичу о наших подходах и нашем видении развития постконфликтной ситуации. Естественно, выразил позицию Азербайджана о том, что мы считаем, и реальность такова, что Нагорно-Карабахский конфликт урегулирован. Азербайджан его урегулировал самостоятельно. Выполнил четыре резолюции Совета безопасности ООН, которые 27 лет были на бумаге. И механизм имплементации этих резолюций, к сожалению, не был задействован. Также не были выполнены и призывы стран-сопредседателя Минской группы к армянской стороне положить конец оккупации. Их заявления о том, что статус-кво неприемлем, армянской стороной не были услышаны. И виновником того, что произошло с Арменией, является именно руководство Армении, которое на протяжении 20 лет вело страну к пропасти. Прежние правители Армении, главные виновники того унизительного поражения, полного разгрома армянской армии. Мы хотим перевернуть страницу. Мы нацелены на укрепление мертоверия и транспортно-логистические проекты, которые сегодня обсуждаются. И в рамках трехсторонней рабочей группы Азербайджан, Армения, Россия на уровне вице-премьеров. И в рамках наших консультаций с соседними странами Турции и Ираном. Таким образом, Зангизузский коридор становится реальностью. И мы рассчитываем на многостороннее сотрудничество. И, конечно, Беларусь, как наш друг, как проверенный партнер, Естественно, мы рассчитываем на активное участие не только в восстановлении освобожденных территорий, но также и как партнер Армении, как страна, которая вместе с Арменией является членом Евразес, и ОДКБ, и страна, которая является близким другом Азербайджана, и авторитетная страна в мире, конечно, я уверен, что можно сыграть важную роль и в будущем налаживании контактов между Арменией и Азербайджаном. Также сказал Александр Григорьевич, что один формат, связанный с городом Минск, в общем-то, остался в истории. Минская группа существует, но конфликт урегулирован. И чем будет заниматься Минская группа, нам пока неизвестно. Мы ждем от них креативных идей. Мне вот наш министр иностранных дел сегодня доложил, что после моего вчерашнего комментария о деятельности Минской группы, она сделала заявление. Я с ним, естественно, ознакомлюсь. Но, как говорится, надеюсь, что все другие форматы, связанные с городом Минск, также будут урегулированы мирным путем. Мы хотели урегулировать конфликт с Арменией мирным путем на протяжении почти что 30 лет. И то, что мы были верны переговорному процессу, говорит о наших намерениях. Поэтому то, что конфликт был урегулирован военно-политическим путем, в этом, естественно, повинна страна-оккупант. Если бы они прислушались к моим призывам, настоятельным требованиям покинуть наши территории до войны, и даже во время войны, то последствия войны не были бы столь болезненными для Армении. Во всем виноваты они сами. Мы восстановили справедливость, в том числе историческую справедливость, в международное право и выполнили резолюции Совбеза ООН. Еще раз, Александр Григорьевич, от всей души вас приветствую. Хочу пожелать братскому народу Беларуси под вашим руководством новых успехов, новых свершений. Вы уверенно ведете свою страну по пути развития, прогресса, обеспечиваете стабильность, и мы, как друзья, всегда рядом с вами и всегда будем рядом с вами. Еще раз, добро пожаловать и желаю вам хорошего настроения. И думаю, что те импульсы, которые мы дали сегодня нашим командам, они будут вести нас еще к большему масштабному сотрудничеству. Спасибо. Уважаемый Ильхам Дейдаревич, благодарю вас за добрые слова, которые вы сказали в адрес белорусского народа. Мой адрес. Мы действительно с президентом вчера и сегодня провели обстоятельную ревизию наших отношений, посмотрели на те вопросы, которые надо нам будет решать наши министры. Очень хорошо поработали с азербайджанской стороны и с белорусской. Сопредседатели сегодня доложили о работе. Провели хорошую работу министры. Она будет еще продолжаться после нашего сегодняшнего диалога. Я искренне благодарю, уважаемый Ильхам Дейдаревич, за ту дружескую атмосферу, которая окружала традиционно нашу государственную делегацию во время этого визита. В ходе диалога мы вновь подтвердили стратегический характер отношений между Белоруссией и Азербайджаном и констатировали то, что у нас практически нет никаких расхождений по повестке, международной повестке дня. Наши оценки обстановки в миру полностью совпадают. Есть ясность относительно дальнейших совместных действий в условиях кризиса мировой экономики, пандемии и, самое главное, неоднозначных прогнозов на перспективу. Мы не знаем, что будет завтра, послезавтра и так далее. В последнее время мы заметно продвинулись в отношениях очень ценю открытую и доброжелательную атмосферу встреч с моим другом. Так было у нас всегда. Он говорил о том, что мы регулярно навещаем наше государство. Пять раз я, пятый раз здесь. Пять раз в Беларуси Ильхам Гейдарович был с официальными визитами для решения тех или иных вопросов. Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прошлого мира в регионе. Беларус президент Александр Лукашенко калабе мюнасибе и для государства. Мой позицию весь мир знает, и знает азербайджанский и армянский народ. Я всегда исходил от жизни. И вот Ильхам Гейдарович постоянно был свидетелем, да еще и с Гейдаром, отцом. Я всегда задавал вопрос, когда заходил ореш. Скажите, в Карабахе люди счастливы, что они там живут постоянно под этим гнетом до последних событий этих военных действий? Им что хорошо там? Да там то и осталась десятая часть того, что было в советские времена, а может быть даже меньше. Отвратительная жизнь. Но так эту проблему надо как-то решать. Я всегда откровенно, честно, иногда попадал под огонь критики, высказывал свою позицию, как надо решить эту проблему. Ильхам Гейдарович абсолютно искренне, честно сказал, что мы хотели мирно решить. Я был свидетелем всего этого и был сторонником. А сегодня я действительно хочу поздравить и народ Азербайджана, и народ Армении с окончанием этого печального, если не сказать, больше периода в их истории. Президент молодец. Он сказал, мы хотим перевернуть эту страницу. Вот моя позиция, мое пожелание. Дай Бог, чтобы выровнялась эта беда, чтобы не было каких-то в душе и сердце осколков у армянского и азербайджанского народов. В чем я убежден, что никакой со стороны моего друга и брата наката на армян, понимаете, сведения счетов, мести не будет. Это цивилизованно образованный человек. Я всегда говорю о том, что он в советские времена закончил лучший вуз нашего Советского Союза МГИМО. Это самый образованный, цивильный человек среди президентов постсоветского пространства. Я тоже публично об этом всегда говорил. То есть я ответил на вопросы, я поздравил два народа. И хочу отметить его величайшую роль в решении этой проблемы. И как мы вчера с Ильхамом Геннадьевичем говорили о том, что, и он это чувствует сейчас, и я угадал. Я, казалось бы, ну да, победа, все, вот решили вопрос, но завтра проснулся и подумал, это только первый шаг. И сколько еще предстоит сделать на этих территориях в четыре раза больше Люксембурга или равной Ливану, не меньше Ливана. Это будет еще более длительная и тяжелейшая эпопея. Очень хотелось бы, чтобы это была мирная эпопея. Азербайджан корресында, bundан-соро-да, Джоллазей-соущеларный олдогуну гейдиден Александр Лукашенко деды. Я это говорю к тому, что, и вчера Ильхам Геннадьевич сказал, вы должны знать, что белорусы занимали определенную позицию, которая приветствуется президентом. Мы и впредь будем так же конструктивно себя вести. И руководство страны, азербайджаны должны знать, что белорусы это надежные друзья и надежные люди. Все, о чем мы договорились, будет реализовано. Министрам я сказал по-мужски, каждый отсюда должен уехать с определенным объемом работы. Белорусский министр должен найти себе здесь работу. Тем более, президент открыл дверь широко для белорусов, для их работы в этой стране. В богатейшей стране. Я сегодня к стыду своему приятно был удивлен, что Азербайджан-то не только огромные запасы газа, нефти, которые, к примеру, Советский Союз спасли в годы Великой Отечественной войны. Бакинская нефть, я это знаю из истории хорошо. К ней рвались фашисты для того, чтобы отрезать нашу армию от этой нефти, и тогда был бы хана полностью. Но, оказывается, в Азербайджане есть и железные руды, и золотые руды, большие запасы, аж до 15 миллиардов долларов запасы по разным оценкам. Поэтому это богатейшая страна, перспективная страна, и у нее большое будущее. Александр Лукашенко Бирдага, Минагичарин Башашатмасында, Азербайджан-президентный ровный, Хсюсю Бруглады. Слава Богу, что все это закончилось. Просто молодцы, что закончили, и уверен, вы перевернете эту страницу. С такими подходами, что Азербайджан не собирается наклонять армян, которые живут в Азербайджане. Они ведь живут не только в Карабахе, они живут и в других местах. И свидетельствует, что кто-то из Азербайджанцев издевается над армянами, я таких примеров не знаю. Мы будем оказывать всяческое содействие, куда вы нас позовете. Мы будем предлагать свои варианты. Беларус Президенте Агаэлярымзин инкишафында Азербайджанın 1-ци Вице Президенте Мехрбан Алиевану рольну хсюси оларақ кейдет, и, конечно же, мы говорили о торгово-экономическом сотрудничестве и переходе на более высокую стадию кооперации, совместным предприятиям, передачи технологии и создании здесь производств, которые нужны Азербайджану, но которые они традиционно не имели в советские времена и не имели сейчас. Пожалуйста, мы готовы переносить сюда и создавать вместе предприятия, особенно на территории, которые освобождены и которые надо будет восстанавливать. Беларус Президенте, в стране Азербайджан и судьбой, и судьбой, и судьбой и судьбой, и судьбой, и судьбой, и судьбой, и судьбой, и судьбой. Очень много посвятили времени по анализу ситуации пандемической и постпандемической. Мы с завтрашнего дня начинаем массовую вакцинацию белорусского населения. Вакцины собственные, созданные по технологиям Российской Федерации «Спутник Вит». Мы будем полмиллиона доз в стране производить. Мы столько не сможем потребить. И мы готовы поделиться этой вакциной и с Азербайджаном. Большой потенциал для развития кооперационных связей есть промышленность, сельском хозяйстве, деревообработки, информационных технологий, здравоохранение и туризм. Мы будем все делать для того, чтобы больше молодых людей получали образование у нас. В свое время мы будем опыт получать. В Азербайджане очень много хороших вузов. Очень много. И, кстати, я так понимаю, и младшенький ваш уже в Баку закончил и учил. Закончил в Баку. Закончил в Баку. Отслужил в армии. Это мы знаем. Это к чести. Учился в Баку. Учился в Баку. Есть хорошие вузы. Если президент своего ребенка в Баку отдает в вуз, значит, это вуз достойный. Мы это тоже заметили в свое время. У нас хорошие перспективы видятся для углубления нашего взаимодействия в научно-технической сфере. Что касается ВПК, здесь бывший министр обороны Беларуси, ныне посол, который знает все. От границы до современных средств, которые мы производим. Любой вопрос он решит. И министры слышали. Любое требование посла будет реализовано в сфере военно-промышленного комплекса. По тем направлениям, которые мы можем. И те сферы, которые нужны нашим друзьям в Азербайджане. Я, Ильхам Гейдарович, очень вас благодарю за то, что мы сегодня встретились, несмотря на всякие тут пандемии и прочие страхи. Мы договорились, что будем продолжать наши переговоры. И наши члены правительства будут обмениваться этими визитами, не по телевизору, а приезжая друг к другу. Ну и я хочу вас пригласить в Беларусь. Сейчас уже очередь за вами. Мы будем вас ждать. Тем более, вчера мы уже наметили основные пункты вашего визита в Беларусь. И посещение отдельных мест и предприятий на территории Беларуси. Еще раз хочу подчеркнуть, Ильхам Гейдарович, вы это знаете. Хочу, чтобы руководители страны знали, другие руководители и народ Азербайджана. Мы всегда были и останемся надежными друзьями вашими и вашей страны. Спасибо вам. Спасибо. 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 Беларус Президенте Александр Лукашенко, Идар Алиев, Бенаха Кавалиману, Башназирин 1-й Мавни Ягуб, Эйубов и дегер рэсми шэхслэр йола салиблир.